Итак, двигаемся дальше, и следующий помощник, который мы с вами рассмотрим, это будет помощник текста. Давайте перейдем в php-designer и вот вместо, даже не вместо, давайте скопируем эту строку и загрузим после нашего помощника html помощник текста, так, перейдем в helper, view и здесь удалим наш прошлый урок. И давайте откроем php-конструкцию и рассмотрим данный помощник. Вот документация и мы видим, что у нас, к примеру, первая функция wordlimiter, которая обрезает строку по указанному количеству слов. Давайте вот скопируем пример, ставим его сюда, сделаем вывод и смотрим, у нас есть строка с каким-то текстом. Потом мы вызываем функцию wordlimiter, указываем первым параметром нашу строку и вторым параметром указываем количество слов, после которого нам нужно эту строку обрезать. Давайте посмотрим. Вот наша строка here is the nice. Здесь, если мы, к примеру, выберем здесь, поставим число 5, то у нас будет here is the nice text. Давайте посмотрим. Вторая функция, которая будет обрезать уже не по количеству слов, а по количеству символов указанному нам, пишем здесь character, character limiter это у нас будет обрезать по символам. Оставляем здесь 5 и у нас останется только одно слово. Данная функция поддерживает целостность слов, то есть мы не можем обрезать слово наполовину. Если мы, к примеру, укажем, вот обрезать нам после двух символов, то у нас все равно вы увидите на экран слово here. Давайте посмотрим. Вот у нас слово here и здесь у нас указано многоточие. То же самое будет, если мы поставим цифру 5, у нас будет слово here. Если мы уже поставим цифру 6, 6 символов, то у нас будет here is. И третьим параметром мы можем указать, вот вместо многоточия, многоточие по умолчанию стоит, мы можем указать какой-нибудь другой символ, к примеру, три восклицательных знака. И вот мы видим, что у нас вместо многоточия подставилось три восклицательных знака. Но, я думаю, многоточие это в самый раз правильный такой символ, который по умолчанию стоит, да? И давайте посмотрим дальше, к примеру, вот функция очень полезная, word-цензор, то есть она, давайте посмотрим на примере сразу, вместо этого, к примеру, поставим данную, данную вот конструкцию. У нас есть массив, this allowed, то есть массив слов, которые не разрешены, к примеру, в комментариях. У вас есть на сайте форма комментариев, и вы можете создать вот такой массив из слов, которые вы не хотите, чтобы люди писали на вашем сайте в комментариях. Создаете данный массив, и потом все комментарии, обрабатываете функцию word-цензор, указываете то поле, которое вы хотите обработать, да? Потом вторым параметром указываете данный массив этих слов, и третьим параметром пишете то слово, на которое будет заменяться та нецензурная брать. И, к примеру, здесь вот написано BIP. Давайте посмотрим, к примеру, создадим строку, давайте вот возьмем с прошлого примера эту строку, here is a nice text, да? Так, вот скопируем, вставим сюда, и вставим сюда, к примеру, вот эти вот слова, вот это вставим сюда, это вставим сюда, и выведем на экран данную строку. Давайте посмотрим, вот у нас идет текст, потом наше слово, которое не разрешено, у нас подставляется BIP, и вот еще одно наше слово, которое нельзя использовать. К примеру, вот мы хотим поставить вот здесь такую, вместо слова, к примеру, вот такой смайлик, смотрим, у нас вместо этих слов подставляется данный смайлик. По умолчанию здесь стоит, давайте посмотрим, здесь написано, используется вот многоточие, ой, это прошлая функция. Так, вот, будут использоваться данные символы, если мы третьим параметром ничего не укажем. Вот, идем дальше, и следующее у нас есть, вот функция HighlightCode, это подсветка кода, к примеру, можно использовать в поиске на вашем сайте, да, мы вот передаем какую-то строку, давайте эту строку оставим, это все удалим, а строку оставим, так, вот, и с помощью пропуская данную строку через функцию HighlightCode, мы с вами поменяем цвет данной строки. Давайте посмотрим. И вот у нас стала строка таким цветом. Настройки этого цвета мы можем поменять вот здесь написано в файле php.ini, потому что данная функция использует php.highlightCode. файлинг. Вот, к примеру, мы вот можем подсвечивать только какую-то фразу, не всю строку, а какую-то фразу. Вызываем данную функцию, вот, к примеру, вместо этой. Так, давайте это уберем, и здесь смотрим, у нас есть текст опять же та же строка, вызов функции, потом указываем строку, вот, давайте это все скопируем и посмотрим уже в php дизайнере. Так, это лишнее. Так, вот. Указываем первым параметром нашу строку, вот эту вот. Потом указываем вторым параметром ту фразу, которую мы хотим подсветить. И потом указываем третьим и четвертым параметром тот тег, в котором данная фраза будет находиться. То есть, в данном случае text span, у которого стиль color и цвет такой-то. Давайте поменяем цвет на красный, чтобы видеть явно и посмотрим. Вот, у нас есть строка и слово, то есть фраза nice text у нас подсвечивается красным цветом. Вот. А на этом все, увидимся с вами на следующем уроке.